Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Брюс Тулган. С книгой все начальники делают это пошаговое руководство по решению почти всех проблем менеджера. Брюс подвернулся нам как нельзя кстати. Я испытываю чувство легкого дискомфорта от того, что всего несколько выпусков назад мы обсудили с вами небольшое изменение формата «10 фактов, 3 задачи», что теперь обзор книги нужно умещать в 600 секунд, а потом нам на пути повстречался Рослинг с его фактологичностью, и формат тут же развалился, а Рослинга мы еле-еле уместили в 20 минут. Тулган все реабилитирует. Тут мы справимся быстрее, чем за 10 минут. Во-первых, что ждать от человека, который назвал свою книгу «Все начальники делают это», как бы оставляя легкую пикантную недосказанность. Я не ханжа, но такая вот затейливая игра слов, она пусть будет у Донцовой, а в книге по менеджменту, ну, как-то она не очень уместна, что ли. А во-вторых, когда вам предлагают пошаговое руководство решения всех проблем, менеджера или кого угодно другого, и стыдливо добавляют, что, ну, в общем-то, почти всех, ничего хорошего как бы от этого уже не ждешь. Потому что очевидно же, что проблемы у менеджера фигово туча, и они подчас настолько витиеваты, что решать их нужно только через призму собственного опыта. Тем не менее, книга есть, значит, нужно попробовать получить из нее что-то полезное. У Брюса, кстати, есть еще один нашумевший бестселлер, он называется «Быть начальником – это нормально», и еще один «Управлять своим начальником – это нормально». В общем, все про нормальность, все про начальников, про менеджеров, может быть, когда-нибудь до какой-нибудь из этих книг мы и доберемся. Вина сегодня не будет, будет капучино в желтом стаканчике, может, оно и к лучшему. Вся книга в одном предложении. Большинство проблем в компаниях возникает, потому что руководители неправильно взаимодействуют с сотрудниками. Вот такой вот капитан Брюс очевидность. Менеджеры устраняют последствия вместо того, чтобы предотвращать их. И, ну да, никакое-то непошаговое руководство, просто набор фактов иногда достаточно тривиальных. Впрочем, смотрите сами, эпидемия недоуправления. Компании теряют вложения из-за неправильного распределения задач. Брюс говорит, найдите сильные и слабые стороны подчиненного, и тогда, только тогда, когда вы знаете сильные и слабые стороны, вы можете правильно делегировать задачи. Диалог для поиска этих сильных и слабых сторон и делегирования последующих задач строятся всего на двух фактах. Первый — это жесткая дисциплина. Второй — это последовательность. Ну или, можно еще сказать, неотвратимость наказания. В общем, ну, то есть вы соблюдаете тех правил, которые декларируете. При этом Брюс прямо очень рекомендует иерархировать структуру внутри команды и при этом выделять суперзвезд. В каждой организации, он говорит, есть более продуктивные сотрудники, более компетентные, они на фоне остальных выделяются какими-то своими способностями. И поэтому задача любого менеджера, по мнению Брюса, найти, в первую очередь, вот этих вот людей, предложить им более высокую оплату, программы профессионального развития, бонусные, в общем, какие-то вещи. С одной стороны, это предотвратит уход вот этих самых ценных кадров из компании, вы за ними будете внимательно следить. А с другой стороны, поможет менее эффективному персоналу совершенствоваться, глядя на то, какие могут быть бонусы, какой может быть карьерный рост и мотивационный пакет. Они, вот рядовые сотрудники, будут смотреть на это все, копировать и будут стараться получить точно такое же финансовое вознаграждение. При этом, в момент выделения суперзвезд, не скатывайтесь в дележку компании на любимчиков и нелюбимчиков, и помните, что сроки, они одни для всех. Особенно, если вы работаете с какими-то творческими профессиями, если у вас есть какие-то нестандартизированные задачи, которые требуют креатива, полета фантазии, настроения, генерации каких-то идей, вот этого вот всего. Любая работа должна быть структурированной и ограниченной в сроках. Но ограниченной не в том смысле, что вы постоянно уменьшаете дедлайн на один день, чем человек физически может это успеть сделать. А ограниченной в том смысле, чтобы человек понимал, когда он точно должен сдать работу, какой бы творческая она ни была, и что будет, если он, вот это та самая ваша последовательность, что будет, если вдруг он этого не сделает. Тулган говорит, что для творческих людей четкие требования и дедлайны, они служат отличной мотивацией, и излишняя свобода тут неуместна. Если у вас не получается с первого раза, то вы должны запомнить, что начальник при этом не психотерапевт. Задача менеджера в том, чтобы помочь сотруднику реализовать себя в профессиональном смысле путем совершенствования своих навыков, умений, и которые вот эти самые навыки и умения он применяет во благо компании. Начальник не должен быть советчиком, он не должен быть инструктором, он не должен быть консультантом по бытовым вопросам, жилеткой и, в общем-то, ничего личного, только бизнес. Ну, что еще ожидать от человека, который в первом же факте книги топит за жесткую дисциплину и за то, чтобы структура была иерархичной. Конечно, стоит ожидать, что он вот-вот скажет, что каждому свое место, и в этом заключается пятый факт из книги. Брюс говорит о том, что вы должны, вы как лидер, должны хорошо знать участников группы, только тогда вы сможете эффективно распределять обязанности, и при этом сможете правильно учитывать общий командный результат и взнос каждого из участников в этот самый командный результат. Ну, иногда прям до смешного прописные истины про то, что вам необходимо, вот если вы хотите быть хорошим менеджером, необходимо хорошо разбираться в людях, общаться с персоналом, назначать там встречи на кофебрейке с ними, возможно, ходить иногда обедать и следить за достижениями и неудачами каждого. Это особенно удивительно слышать в пошаговом руководстве по решению почти всех проблем менеджера, что вы должны, в общем-то, обедать со своими подчиненными. При этом, кстати, неожиданно Брюс вспоминает о том, что вот шестой факт, важна и дружба, потому что люди на работе проводят много времени, поэтому профессиональные отношения могут перерастать в дружеские, найдите золотую середину, не забывайте о ранге, но и, в общем-то, не будьте черствым и бездушным. Теплые отношения между начальником и подчиненным, они, как правило, принесут много-много всяких выгод и одной, и второй стороне. Единственное, что более-менее может быть применено на практике, он прикольно описывает, что грань неперехода вот этого из абсолютно дружеских в абсолютно там понебратские какие-то отношения заключается в планировании и в коммуникациях. Это вот два следующих факта. Если сотрудник не справляется с задачей с какой-то конкретной срокой, это происходит впервые, это не повод его обвинять, значит, он просто не умеет планировать, и тогда вы, как руководитель, должны, в общем-то, его этому научить. Подчиненные должны уметь распоряжаться временем самостоятельно, но не у всех это получается сразу, и будьте готовы к этому, что вам придется их этому учить. И коммуницируйте. Наладить эффективную командную работу можно, по мнению Брюса, задавая подчиненным правильные вопросы. Например, сколько нужно времени на выполнение конкретной задачи, какими методами ты планируешь эту задачу закрыть, и какой помощи ты ждешь от меня, как от руководителя. Вот эти три вопроса позволяют вам, с одной стороны, понять, насколько исполнитель погружен в задачу, и понимает ли он вообще, что от него требует. А с другой стороны, вам составить картину, даже не сколько вам, а помочь самому сотруднику составить общую картину, чего бизнес ждет от него, в какие сроки, и на кого он может рассчитывать, если что-то пойдет не так. Ну, в общем, судя по всему, это такое выстраивание коммуникаций в стиле Максима Батырева, который он описывает в своей книге «45 татуировок менеджера» по цепочке «Учить, лечить, мочить». То есть вы сначала учите человека, если у него что-то не получается, вы лечите, если там три раза он не лечится, то тогда его нужно мочить. Совещание токсичное. Об этом сказал Джейсон Фрайт в книге «Реворк бизнес без предрассудков». И это же, в общем-то, повторил Брюс в девятом своем факте о том, что значение общих собраний преувеличено, они отнимают время, которое вы могли бы потратить продуктивно, и вам целесообразно собирать людей вместе в трех случаях. Если вы хотите донести общее какое-то сведение абсолютно всем сослуживцам, если есть необходимость быстрого командного обсуждения решения какой-то вот текущей точечной проблемы и с целью обмена опытом. Все, в остальных всех случаях вам собираться вовсе и не стоит. Ну и формируйте у ваших сотрудников, коллег, подчиненных привычку отчитываться. Регулярный отчет о проделанной работе – это и возможность вам, как руководителю, постоянно корректировать и быть в курсе всего, что происходит, и возможность сотруднику, с одной стороны, не расслабляться, а с другой стороны, понимать, что то, что он делает, важен не просто конечный результат, а важна еще обратная связь, и в любой момент его могут поддержать и помочь ему решить общую для бизнеса задачу. Такие вот 10 фактов быстрые. В общем-то, нужно сказать, что всю книгу не покидает ощущение легкого попури из тезисов фактов и примеров, уже не единожды упоминаемых в другой классической деловой литературе. Поэтому подчеркнуть что-то по-настоящему новое, на фоне чего можно было бы сформулировать три задачи из книги, которые стоило бы записать в букнот, практически невозможно. Букнот – это, кстати, блокнот для осознанного чтения. Мы его придумали в «Читай быстро», отличный подарок для любого книгомана. В общем-то, можете у нас на сайте буква.инфо увидеть больше информации о нем. Теплые чехлы, красные, серые, карандаши для записи и структурированные страницы, что самое важное, на которые вы выписываете сначала факты, а потом из фактов формируете задачи. Нет букнота, можете делать это где угодно. Но из любой книги мы всегда топим за то, чтобы вы выписывали факты и на основе их формировали задачи. Задачи – это практически такие какие-то моменты, которые нужно пойти и сделать после того, как вы прочитали книгу. Именно так вы из каждой книги получите максимум пользы. Более-менее приемлемыми тезисами мне показались про дедлайны. И тут же снова батарев с объяснениями, что главная задача начальника в таких ситуациях – это создание условий, в которых легче сделать, чем не сделать. И токсичность совещаний, в который раз убеждаюсь в том, что их нужно минимизировать. Ну и да, задача перечитать «Быть начальником – это нормально», она тем более где-то вот тут лежит, ждет. И записать обзор на книгу «Быть начальником – это нормально». Но вдруг. Это был проект «Читай быстро», «Буква.инфо». Давайте дружить, подписывайтесь на канал, обязательно поставьте колокольчик, лайк, лайк колокольчику, комментарий напишите, как обзор, как вам книга, если читали, будете ли читать после такого обзора, или, может быть, ну его и лучше сосредоточиться на чем-то другом. У нас есть инструмент для проверки скорости вашего чтения, «Буква.инфо.рапид». Там можно пройти, прочитать текст, пройти тест, ответить на вопросы и узнать и скорость, и осознанность чтения. Что это такое? Об этом у нас в блоге «Буква.инфо.рапид». Там же блокнот для осознанного чтения, он же букнот. Там же рабочие тетради, там же смарт-конспект и много всего интересного про софт-скиллы. Всякую память, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и все такое остальное. Давайте дружить, обмениваться комментариями. Лайками, подписками, хорошими новостями и, самое главное, хорошими книгами. Увидимся с вами, наверное, через неделю, может быть, чуточку раньше. Кстати, книгой, которую многие из вас просили в комментариях. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Читайте книги, слышитесь маму. Хорошего вам дня. Пока. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ